Спасибо большое. Это несколько неожиданное решение. Россия имеет и альтернативы в части как раз поколения. У нас есть жидкометаллические реакторы, но тем не менее форум, то есть там, где доминанты являются и американские коллеги, они считают, что малоэнергетика – это вот есть наше самое завтра. Поэтому тема оказалась более актуальной даже по этой причине. И второй момент с тем, чтобы все-таки тема конференции была поддержана, и такая задача тоже передо мной стояла. Я вам покажу не просто инженерный кейс, но еще и те возможности и методы практического его использования для как раз образовательной цели и для подготовки именно инженерной элиты. Все-таки речь идет не о базисном образовании, речь идет о школе мастеров. Следующий, пожалуйста, давайте начнем. Современные тренды в приведенной стоимости электроэнергии, то есть методика широко используется для сопоставления как раз совершенно несопоставимых типов генерации. Они приведены на слайде. При этом фронтир я буду полковать в трех этих определениях. То есть это территория между государствами или между какими-то образованиями, которые считают себя такими государствами, между заселенными и незаселенными пространствами, ну или передовая часть чего-то или авангард. То есть вот такая вот нотация будет предпринята. Соответственно, фронтирной проблемой для атомной генерации является естественная конкурентоспособность и возможность обеспечить качество продуктов и технологий, которые смогут составлять конкуренцию альтернативам и, соответственно, быть лучше их в применимости. Следующий, пожалуйста. Общий тип и вид баланса инженерной проблемы представлен тоже вот на этом слайде. В основу вот этой пирамидки из камней, из сложной такой конструкции на фоне мирового спокойствия под шум ветром и море является удовлетворение требований, которые выставляются к инженерной системе, теми возможностями, которые предоставляются, собственно, самой уже инженерной системой. При этом важными и значениями являются вот более крупные области, то есть это экономика предприятия, в которую в свою очередь входит баланс между спросом, ценой продукции, издержками и капитальными затратами, воплощенной технологией, то есть возможностями к реализации самой технологии, к части процессов, объемов производства, той логистики, которая создает эти самые процессы, теми конструкциями и материалами, которые создают и образуют системы. Экология предприятия, потому что важно и где мы находимся, и кто мы, и как мы управляемся с отходами. И очень важный еще момент, элемент такой, это стабильность следы размещения, потому что и все будет динамично меняться, экология предприятия также должна быть актуализирована. И социальной психологии, я взял совсем это не термин, конечно, просто в кавычки, потому что сюда войдут и культура производства, и методы организации труда, и бытовой уклад, собственно, самого предприятия, культура поселения, в котором предприятие будет расположено, управление в обычном виде, но в том числе и кризис-менеджменте. Все эти вещи вполне будут укладываться в нотацию системной инженерии. Сильно любимый стандарт по как раз системной инженерии 115-288 в 2015 году как раз позволяет все это очень несложно преподносить как знание и в структурированном виде использовать в повседневной жизни. Следующий, пожалуйста. Итак, станции малой мощности как возможность, как фронтир и как возможное уравнение между тем, что дают нам ограничения, и являются ли они при этом как раз именно возможности. Выбор территории размещения, который основан на многокритериальном балансе требований и возможности их реализации, это является как раз вот такой вот основой. Это территории со сложными природно-климатическими условиями, либо территории, не входящие в энергосистемы, объединенные, изолированные энергосистемы. Это необходимость изменения энергосистемы, территории размещения. И это обеспечение энергоемких предприятий, энергетики в целом, инфраструктуры территории какой-то ограниченной. То есть это те вещи, которые уместны для применения станции малой мощности, потому что для других вещей есть, конечно, более актуальные решения, и в этом отношении это не эксклюзив. То есть надо искать свою нишу, свой баланс. Следующий, пожалуйста. Мы предположили, сначала у меня было рабочее название всей этой затеи «Землясанникова», потом мы вспомнили, что там все не очень здорово кончилось, чтобы такую негативную нотацию не создавать. В общем, это энергокластер на основе АЭС малой мощности. Концепция, конечно, в содружестве самых разных цепочек промышленного производства, возможностей, которые каждый из них имеет, и в актуальном использовании того, что предоставляют сами станции малой мощности, с их ограниченным, с одной стороны, ресурсом в части производства электроэнергии, и с другой стороны, с возможностями, которые они, собственно, дают в силу своей мобильности и небольшого воздействия на окружающее пространство, и в том числе возможность формирования, собственно говоря, на основе кластеров, развитой достаточно покрывающей территорию энергоструктуры. Станции, расположенные в триангуляции, могут давать пространство порядка 150-200 километров, и дальше, собственно говоря, если есть в этом нужда, то такой же сетью можно и распространяться. Соответственно, был составлен в ходе этой работы обобщенный перечень проблем, которые, по сути дела, формируют требования и потребности к продукту. И, соответственно, на этой основе были проанализированы различные возможности и технологии, которые нам доступны на сегодняшний день. Пожалуйста, следующее. Совсем, слушайте, коротко. Я сразу должен сказать и сделать такой дискреймер. Это точно не единственная возможность, которая у нас есть. Ритм-200 просто является на сегодняшний день наиболее освоенной установкой в этом классе. У Росатома значительное количество, всего более 30 есть прототипных в различной степени реализации, реализованности реакторных установок. Поэтому здесь просто это пример, это совсем далеко не единственная возможность наша. Несколько лет назад мы подготовили порядка 18 эскизных проектов на основе облика объектов на самых разных установках. При этом, почему Ритм-200? Проект реализован. Мы поставляем его на сегодняшний день на ледоколы нового поколения. И на сегодняшний день готовится как раз пилотный проект по станции уже наземной в Якутии с такого рода установкой. Установка проработанная, промышленно освоенная. Был сделан даже трансфер промышленный с одного предприятия, изготовителя на другой. То есть очень хороший аппарат. При этом это аппарат, имеющий за спиной десятилетия службы на ледокольном флоте и имеющий еще больший опыт в транспортных установках для военно-морского округа. То есть, в общем, все, что называется, хорошее сердце. Следующий, пожалуйста. Возможности в составе кластера, собственно говоря, вот следующие. То есть это некоторый объем электрического снабжения. Можно выбирать числом энергоблоков до большего объема, до степени равного. Потому что в какой-то момент проще поставить другую установку и, соответственно, получить другие возможности. Это возможности по теплоснабжению и возможности по производству опресненной воды, которые просто принимались в учет, потому что совершенно не обязательно в Якутию с этой историей заходить, а можно как раз совсем наоборот куда-то в южные и в сухие страны. То есть там, где этот продукт будет тоже актуален. То есть формирование объекта у местного для той территории, в которой он располагается, и формирование того набора продуктов, который в этой территории будет востребован. Шильдиками закрашены уровни капекс, ну, цой можно посмотреть в табличке и в отдельных капитальных вложений. Но они, естественно, находятся в конкурентном диапазоне между ветром, газом, мобильным, между другими источниками возобновляемой энергии. Пожалуйста, следующий. Что очень важно для этого кейса и важно вообще в обучении как раз вот инженерной элиты. Мы всегда сталкиваемся с тем, что требования к объекту недостаточны. То есть идеальных заказчиков, которые все знают уже про свои объекты, крайне мало. Как правило, это либо люди, сильно набившие много шишек и делавшие уже не один подход к снаряду, либо люди, принимавшие уже много участия в различных проектах и таким образом способны изменивить самые разные уже требования к объекту. Поэтому как метод решения предлагалось сразу формирование обликового проекта. В этом отношении мы заимствовали само понятие из авиастроения. Там такого рода методы были связаны как раз с лидерскими позициями генеральных конструкторов и перенесли этот опыт на свою почту. Получилось достаточно неплохо. Нас интересовало в этом отношении, конечно же, комплексность к подходу и к устоям жизненного цикла объекта, возможность, вариантности проработки. Ну и, конечно, да, клиентоориентированность, способность, которую мы не забывали. При этом крайне важными моментами являлось то, что нам потребовалось много усилий для того, чтобы обеспечить баланс между всеми этими возможностями. И, собственно говоря, что у нас в этом отношении получилось. Теперь перейдем к следующему моменту, уже такой более ориентированной на задачу образовательную. Это метод, которым мы, собственно, проблему решали. Аспектный подход при решении фронтирных проблем является на сегодняшний день наиболее комфортным в части и структурной декомпозиции, которая позволяет просто, конечно, в кавычках, просто и эффективно организовать информацию об объекте, основываясь буквально в смысле вот на пальцах, что называется, на одной руке, можно продемонстрировать эту возможность. То есть потребности и требования – это от головы, которая должна сделать, креативный аспект проекта, соответственно, участники проекта, которые отображены в структуре декомпозиции организации или участников. Это функциональность, объектность, те работы, которые должны сделать, собственно, креаторы, аспект стоимости проекта, потому что, ну, меня есть даром, только птички поют, и история, связанная с документированностью, которая объединяет все эти аспекты в единое целое. Ну, то есть формула вот изложена тут в нижнем шильдике, можете ее поизучать, но в буквальном смысле это вот обучение на пальцах одной руки. При этом аспектный подход хорошо проработан международным сообществом, имеются специальные стандарты, как международный уровень, так и российский. То есть это вполне себе такая история обучаемая, то есть этому можно посвятить некоторое время и, соответственно, знания этих надежно вложить и закрепить. Пожалуйста, следующий. Дальнейшая история, как бы она включает в себя, естественно, жизненный цикл самого объекта, она, собственно, описывается вот этой вот циклической диаграммой, которая все идет по часовой стрелке, и от требований мы движемся к реализованному объекту, реконструированному или, в конце концов, выведенному. При этом очень важно, что, собственно, сами требования к переделам идут как раз в противоположном направлении. То есть каждый раз мы имеем такое движение вперед, движение назад, встречу информационных потоков и потоков действий. При этом решение системной инженерии – это, конечно, история, построенная на гипотезе конечного облика и конечного вида инженерного объекта. Это, что называется, самый короткий путь, то есть такой принцип короткого пути. В этом отношении очень важно, собственно говоря, понимать и не упускать ничего из вида и понимать, что все, что закреплено в жизненном цикле объекта, будет иметь значение для этого объекта и будет влиять на него совершенно кардинальным образом. Пожалуйста, дальше. Какие же актуальные примеры фронтивных проблем мы имеем вот в этом как раз кейсе? Значит, несколько, буквально и очень коротко. Конечно, логистическая история самая является хлопотной, потому что если станция малая и она плохо конкурирует с другими типами генерации, то речь идет об удаленности, речь идет об изоляции. И в этом отношении у нас есть три возможности, как в сказках различных, когда выборы есть. Можно вести, в принципе, и перевес до 70 тонн, и все, и при этом надо строить инфраструктуру. Можно вести наземным транспортом на условия перевозки, будут ограничивать и темп сооружения, и стоимость при этом будет вырастать до неприемлемой. И можно, конечно, использовать надежные решения по транспортировке оборудования по морскому транспорту. Тогда не будет весовых нагрузок, как исключение осадки судна или баржи. Но будет проблема, когда оставшиеся 500 километров или 2500 километров нужно будет вести по суше. То есть такого рода задача декомпозируется через ограничение возможностей для изготовления, перебирается и устраивается история, связанная с объектами, с весами, габаритами, модулей, которые способны к перевозке, технологии их соединений. И, соответственно, устанавливается рабочая очередность в изготовлении доставки. То есть дальше мы перебираем эти варианты и получаем возможные решения. Следующий пример, пожалуйста. История, уже относящаяся к фазе проектирования, к фазе эксплуатации, это история, когда мы должны обеспечить надежное охлаждение основного конденсатора, но при этом мы имеем большие перепады по высотам. И здесь у нас возникает еще одна особенность при решении такой задачи. Это необходимость вариантного проектирования с использованием информационных технологий и информационной модели. Без такого рода перебора мы будем всегда иметь большие риски, связанные с практической уже реализацией. Следующий, пожалуйста. Важная задача. Все очень мечтают сделать историю на выделенной территории, удаленной территории, которая была бы роботизирована. И в этом находится и видится такой интуитивный профит. Сделать это можно, но тогда надо поменять философию объекта в самом начале вообще реализации. Потому что машинная технология и технология человеческая между собой сожительствуют скверно. И как только появляется человек, вы начинаете его опекать, он становится для вас объектом защиты, объектом комфортабельного нахождения. На вас обрушиваются различные требования по его охране как биологического объекта. И, собственно говоря, в этом отношении это все вступает в противоречие с экономикой. То есть вам много что придется делать для того, чтобы просто человек там появился. Даже, к сожалению, поленился бы даже на вашем объекте. Поэтому в этом отношении совершенно другая парадигма. Объем роботизации и автоматизации нужно определять на самых ранних стадиях. То есть на уровне технического задания, на уровне проектирования компонентов систем. И в дальнейшем уже включать его в реализацию. В этом отношении вы тем более не обойдетесь без информационной модели уже в сочетании еще и с системами инженерной поддержки. И при этом появляется история про цифровой двойник, потому что не опробовав, не предвидя, как все будет получаться хорошо в итоге, предприятие будет обречено на неудачу в самом, пожалуй, начале. И такой конкретный пример, не связанный с роботизацией. Следующий, пожалуйста. Но связанный с оптимизацией, с переходом и с изменением. Вот как раз эти самые парадигмы, чтобы вам проиллюстрировать. Смотрите, вот как только мы выкидываем условно выкидываем. Из помещения ту функциональность, которая нужна для присутствия человека и его обеспечения жизнедеятельности на объекте, мы получаем совершенно разные ряды. То есть верхняя – это история про сохраняемые помещения. Нижняя – это то, что у вас выпадает и не требуется, потому что машина не нуждается в эвакуационных выходах, в поддержании достаточного объема кислород, содержащих сред, просто чтобы дышать незачем. Есть свои требования, в том числе и к машине, но они иные. Соответственно, происходит группировка в отсеке и, соответственно, получается новая конфигурация объекта. В этой части ситуация, в чем мы работаем с так называемой бокс-моделью, которая разделяет… Цвета имеют значимость, они имеют значение. Это те цвета, которые отображают определенные функции. Значит, по функциональному признаку разбираются, компонуются помещения, и работа, соответственно, с ними идет вот в таком вот залоге. Точно так же в структурах это все отображается, то есть требования к фактической итоговой фиксации затрат. Вот такая вот у нас получается история с этим кейсом. Ну и буквально еще пара просто примеров. Следующие, пожалуйста, два совсем уже коротких. Это история, связанная со стадией жизненного цикла проектирования, изготовления оборудования. Это те проблемы, которые порождают, в том числе и роботизация, и вообще любого рода прогресс. Надежность электротехнических устройств, электроники, вот в условиях перепадов температуры, длительного нагрева, сомнительная, в общем, здесь много есть отказов, и, соответственно, сохранность такого рода компонентов, она является крайне важной. С другой стороны, есть очень интересные предложения, связанные с альтернативными конструкциями оборудования и реализацией их методами аддитивной технологии, но тут у нас возникают и проблемы с размерами, источностью изготовления, и проблемы с конструктивными свойствами, которые тоже надо подтверждать. С другой стороны, это и большой потенциал возможностей, который, собственно говоря, открывает перед нами возможность построить фабрику вместе, куда мы привезли какие-то компоненты, отчасти их просто на месте изготовили, и большие очень возможности это открывает в обслуживании, эксплуатации и ремонте, потому что возможность изготовить аддитивными методами деталь, которая претерпела износ и теперь уже не будет сопрягаться с другими деталями, это такой совсем хороший фронтирный вопрос. Ну и буквально в завершение просто подведу такой краткий итог. Возможности формирования на основе кластера сопряженных технологических решений, следующий, пожалуйста, поставьте, чтобы можно глазами тоже было увидеть. Технологических цепочек имеет возможность обеспечения комфортного освоения новых технологий, этих территорий. Очень важно именно слово «комфортное», потому что просто устроить заимку по принципу «семеро смелых» фильма, я имею в виду советского, классического, уже вряд ли кого-то удовлетворит в части потребностей, в части требований. Второй момент. Выявление и решение фронтирных проблем – это практическая возможность создания конкурентоспособных объектов методами аспектно-ориентированной системной инженерии. И третий, да, проблем, конечно, достаточно, но, в общем, всему этому точно можно выучиться, и во всем этом можно принимать участие уже теперь. В этом, пожалуй, самая большая ценность момента. Алексей Иванович, у меня, пожалуй, все. Я надеюсь, что я чуть-чуть отвоевал. Спасибо, Сергей Владимирович. Вы не только отвоевали, вы много времени предоставили. Коллеги, у нас есть возможность уникальная задать вопросы. Сначала по теме этого доклада, а если Юрий Анатольевич с нами, то, может, мы вернемся к первому докладу. Мы опережаем график на 17 минут. Пожалуйста, вопросы к Сергею Владимировичу по теме малых АЭС, малой мощности. Если есть. Пожалуйста. У нас, Алексей Иванович, я извиняюсь, я вас встречу 15 секунд. Знаете, всегда сложность, когда тема, которой ты занимаешься многие годы, сфокусироваться и давайте быстро. Нет, может быть, кто-то есть тоже, специалисты, кто этой темой занимается, и они готовы уже сразу задать. Ясно, что мы не будем выкручивать руки. Да, пожалуйста. Да-да, пожалуйста, Георгий Анатольевич. Тихомир, Георгий Анатольевич, МИФИ. Сергей Владимирович, спасибо огромное за хороший доклад. Но у меня вопрос. Вы все-таки рассматривали аспекты строительства и размещения. А что касается реакторной установки, разве там нет вызовов? Нет-нет, смотрите, я же специально как бы я взял и отодвигался. Спасибо за вопрос. Я же сказал, мы сейчас только про ритм поговорим. Это не значит, что в нашем зоопарке нет других зверей. Есть-есть. И просто, если бы мы начали говорить еще и об этом вызове, то мой доклад был бы другим. То есть я должен был бы сузить его до установки, должен был бы рассмотреть его в другом аспектном окружении. И да, у меня было бы много всяких разных возможностей в этом канале. У меня тогда конкретный вопрос уже к вам как профессионалу отправить. Все-таки ритм, насколько он конкурентно способен с точки зрения других концептов? Сейчас я не говорю о проработанности. Конечно, он лучше всех проработан. Вот на ваш взгляд, все-таки, куда пойдет мир? Да, смотрите, значит, ситуация... Спасибо, да, вопрос прекрасный, очень сложный. Значит, американцы очень хотят уйти в естественную циркуляцию в установках, и поэтому они начинают несколько подбирать миру, что это возможно и реализуемо. Смотрите, я очень хитроже обошелся, там есть, в том числе, в докладе. Обратите внимание, у нас сделана экономика по принципу стоимости массы. И когда люди рассказывают миру о том, что их установка будет конкурентно способна при том, что в ней будет 1700 тонн веса и будет естественная циркуляция, то у меня возникают сомнения, когда у нас будет 1100 и на циркуляционный насос. То есть просто будет доля явной конкуренции в том, сколько стоит этот килограмм железа, как его доставить в точку, где оно будет расположено. И, соответственно, стоит ли это того. Я думаю, что мир точно вернется и к газоохлаждаемым в части малых. Я думаю, что у нас вот ГТНГР надо вообще срочно начинать восстанавливать, реанимировать. Там целая куча вопросов у нас была по стендам, по типу чести гели. То есть, с другой стороны, потенциал совершенно фантастический. Сделать станцию в одном здании, вот все включено, это совершенно другой вызов. Ну, тоже да, но мой доклад не про эту штуку, иначе бы он был тоже другой. Я точно понимаю, что надо посмотреть в сторону быстрых. И, как вы знаете, мы в Бресте строим, Брест мы строим в Северске. Я куратор проектного направления, как раз, прорыв от инженерной компании, от проектировщиков. И это теперь моя большая головная боль. Он вообще формально, по нотации МАГАТЭ, Брест малый. То есть, он 300 мегаватт электрической мощности, соответственно, он тоже малый. Соответственно, и малые тоже возможны. Вот альтернатив очень много. Вообще гигантское поле для инженерной работы. Ну, я думаю, что вот тут как раз, на мой взгляд, очень хорошая тема, что малые реакторы могут пройдить целый пласт цифровых двойников малых реакторов и их внедрить в учебный процесс, чтобы сравнивать концепты на уровне модели. Я вообще убежден, что без цифровизации, ну, собственно говоря, тоже об этом и сказал, это вообще нерешаемая задача. И с учетом вариантности, которая будет требовать место размещения, потребности заказчика, это вообще по-другому просто не решается. Спасибо. Сергей Владимирович, вот тут в чате я вижу вопрос. Откуда сейчас ваши кадры, их средний возраст, источники обновления человеческого капитала и тут же, в догонку. Чем эти кадры вы заинтересуете, чтобы они потратили 5-8 лет жизни на свое обучение? Пожалуйста. Ну, смотрите, вообще Атомстроэкспорт, группа компаний, в которой я работаю, одна из самых крупных инженеринговых организаций. У нас самый большой заказ атомных станций, значит, люди, с которыми мы работаем, и те результаты, которые, вот в кейс, который я представил, это возраст от 24 до 74 лет. Вот вся группа, которая принимала в этом участие. У меня много выпускников Питерского политеха. Я сам закончил Ленинградский кораблестроительный институт по основной специальности, у меня атомная энергетика, я шамановскую кафедру заканчивал. После этого я закончил ФИНЭК Вознесенского, как уже доп. образования, потому что нам без этого нет понимания системной инженерии. У нас точно есть на это и деньги, и средства, и в этом отношении, ну, пока проблем, в общем-то, не знаю, у АСЭН не возникает. У нас возникает история с цензом, кто к нам приходит, то есть подходят ли эти люди нам. И, ну, а я вообще придирчивый, потому что у меня такая, знаете, спецназ, у меня ребята, несмотря на возраст, они много что умеют, много что могут, и поэтому, ну, не знаю, не жалко было времени на обучение точно. А вот можно один вопрос? Да, Петр Георгиевич, пожалуйста, вас только не видно. Ну, я готов сделать, чтобы меня было видно. Вот, Сергей, вот я вспоминаю судьбу Николая Антоновича Долежали. И мы с вами, в общем, хорошо знаем, что до какого-то момента он не занимался никакими атомными реакторами, но занимался другими отраслями. Химическим машиностроением там и так далее. А вот правильно ли я понял ваш доклад следующим образом, что вы тоже считаете, что если мы перейдем к антологии жизненного цикла и разложим ключевые задачи, стоящие перед инженерными коллективами на стадиях жизненного цикла, то можно пренебречь спецификой объекта. Петр Георгиевич, ну, я просто, знаете, у нас же приоритет все-таки атомной отрасли – это безопасность, якобы, ну, не до предела, то есть с разумными пределами пренебречь, а то там все-таки имеют значение какие-то вещи. Точно да, точно да. История про синергию образовательную, про интеллектуальную синергию и возможности, которые нам дает такого рода структурирование, то есть вообще в целом, вообще антологический подход дает нам массу возможностей, потому что декомпозиция вот этой истории метафоры слона в понятное, в рациональное и заимствование практик из других областей, в которых люди продвинились в том числе дальше – это очень большой потенциал решения этой проблемы. То есть так, собственно, мы так и делаем. Спасибо. Здесь два есть вопроса, они связаны с цифровыми двойниками, значит, я их зачитаю и сразу предложу поучаствовать в круглом столе коллегам, потому что они дискуссионны, провокационны и так далее. Насколько надежны результаты моделированы в цифровых двойниках без физических испытаний? Этого никто не говорил, это какие-то домыслы. И второй вопрос, значит, как можно гарантировать, это разные люди, участники задают, гарантировать, что цифровой двойник станции будет соответствовать реальному поведению объекта. Как я понимаю, таких станций, мягко говоря, немного, и нет статистической валидации модели, цена ошибки огромная. Ну и этого участника, задающего вопроса, я тоже приглашаю на круглый стол под цифровым двойникам. Сергей Владимирович, если вы готовы, то поэтому... Я, Алексей Иванович, про второй вопрос, потому что действительно никто не собирается без физических экспериментов, без опоры на подтверждение данных и без валидации, вообще заниматься каким-то цифровой валидацией. Не до абсурда, я извиняюсь. Смотрите, история про виртуальные блоки, виртуальные атомные электростанции. У нас есть в отрасли виртуальная АЭС, это наши топовые, вот как раз реакторы, самые флагманские водоводяные большие реакторы. Там есть достаточный объем статистики, там есть на чем проверять, там есть как отлаживать, и, соответственно, в этой части мы продвинуты крайне далеко, то есть до этапа эксплуатации. Мы точно понимаем, как идут дела. В части малых, так как это тоже водоводяные энергетические реакторы, тут очень большой наработанный просто объем данных, понимание, как ведет себя аппарат, и в этом отношении это дает как раз возможность этими методами пользоваться как надежными методами. В том числе, понимая, что какая-то часть будет все равно только на эмпирике строиться, и понимая, что на слово нам Ростехнадзор не верит. Спасибо. А есть вопросы у Андрея Евгеньевича? Да, пожалуйста. Да, Сергей Евгеньевич, спасибо за доклад. Вот какой вопрос. Я прошу вас дать какую-то рабочую оценку. Это мне нужно для третьего маколога. Вот вам приходят ребята и из политеха, и наверняка из БИФИ, ну, из Корабелки, из разных вузов. Какую степень усилий? Я задаю вопрос туманный, но вы, повторяйте, сегодня туманно ответите. Вам нужно применить для того, чтобы их включить в реальную свою деятельность. Вы употребили слово «спецназ» и так далее. С учетом того, что вот как была ваша дискуссия была с БИФИ, у вас есть и газовая линейка, и водоводяная линейка, и жидкометаллическая линейка потенциально. Вот есть ли у вас технология, уже образовательная технология, по которой вы доводите этих людей? И во что она вам обходится? Я сейчас не спрашиваю финансовые цифры, а такой общий качественный вопрос. Итак, вы отбираете как-то, и сколько усилий у вас уходит для того, чтобы довести человека, чтобы он включился в работу? Или они почти сразу могут плюс-минус включаться в вашу очень ответственную технологию? Спасибо. Ну, смотрите, да, спасибо большое за вопрос. Очень просто и очень все понятно. Знаете, если ребята из МИФИ, в том числе прошедший курс системной инженерии, вещь вообще простая, то есть базовая подготовка заложена в объем философии жизненного цикла объекта, объем системной инженерии и подходов по процессам, то есть в этом отношении вообще все просто. Если люди, ну, скажем, у нас таких, конечно, меньшинство, не из политеха и не из МИФИ, потому что у нас просто отрасль все-таки имеет, ну, изначальный уже базис с образовательными, естественно, институтами работается раньше, ну, тогда надо начитывать просто некоторый курс вот системной инженерии, то есть, ну, делая это как бы сверх знаний, сверх образования, которые есть у человека, это не очень долгая история, то есть тоже у нас есть и кейсы, и есть на чем разобрать, и очень важно, понимаете, здесь очень важна рефлексия, если человек в состоянии вообще работать в эту сторону, то есть он не хочет искать себя в рутинном производстве, он хочет быть креатором и актором, то в этом случае это очень быстро, потому что, знаете, как конкурс, наверное, какой-то творческий вуз. Если человек тянет, то с ним стоит возиться, если человек не тянет, лучше отправить его смиренно там на стройку, он прекрасно найдет себя в прорабстве, там, в логистике, в общем, масса переделов, где вот это ему все не потребуется. Потому что от этого у меня были люди, которые уходили, особенно данные, извиняюсь, вот уходят, немногие выдерживают долгую необходимость что-то придумать. Сергей Владимирович, спасибо. Вот я вопрос вижу от ВЧ Кондратьева, МФТИ. Кто и как осуществляет у вас функции системного архитектора? Ну, смотрите, по проекту ВВРТОИ у нас был специально назначенный ВНИАЭС, который исполнял эту функцию прямо и в рамках договора, и в рамках всей конструкции, то есть вот проект ВВРТОИ, который последний апдейт наших больших реакторов. В части малой энергетики, ну, фактически, моя команда играла роль вот такого системного архитектора, и мы сейчас по Якутии имеем такую рабочую специальную группу. Просто там фаза работы другая, но роль как бы такая имеет место. Еще вопрос. Сергей Александрович Волков, начальник управления по развитию технологии информационного моделирования Росатм, это Сливой Центр Капитального Строительства. Правильно ли можно сделать вывод из заклада, что информационная моделирование, комплексный системный подход позволит проводить анализ всех аспектов проекта, как в части строительства, так и в машиностроительной части? Можно и так интерпретировать, но вообще понятие системной инженерии как междисциплинарного подхода к решению сложных инженерных проблем входит в понятие сквозного анализа, и здесь просто часть целая соотношения. Но в целом информационное моделирование как инструмент проверки правильности подхода или верности гипотезы, это очень надежная история. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы к Сергею Владимировичу? Если нет, то у нас буквально две минутки есть. Юрий Анатольевич, вы с нами? Может быть, у кого-то есть вопрос? А нет, вот еще, пожалуйста, Максим Цыпков. Включает ли информационное моделирование цифровой двойник для всего кластера, включая другие предприятия? Пока нет, но, смотрите, это же масштабируемая история. То есть, если у вас есть степень готовности по другим объектам, то why not? Конечно, конечно, да. И можно параллелить, то есть в нескольких направлениях двигаться, частями готовить цифровые двойники. Главное, понимать правильно цифровые двойники, что это такое. Они перекрашиваются на ходу, старый вид деятельности под новые хайповые термины. Хорошо. Еще вопрос. Предиктивная аналитика входит в вашу часть моделирования? Смотрите, не рискуем пока, потому что предикция требует статистики, предикция требует как раз уже готового зрелого цифрового двойника. Ох, с предикцией надо осторожненько. Сергей Владимирович, аплодирую. Я разделяю эту точку зрения, особенно для сложных высокосехнологичных объектов, где нужна безопасность, где есть нарушения нормальных условий, аварийные ситуации. Это очень опасная вещь. Мы еще до этого не доросли и не знаю, дорастем ли до предиктивной аналитики в таких вещах. Спасибо. Рассматриваете ли вы цифровой ремонт в моделировании? Точно да. Слушайте, точно да. Вот особенная история про аддитивку мне сильно нравится, потому что изношенные детали, которые имеют уже иные сопряжения, вообще могут быть совсем рассмотрены через цифру, изготовленные в компонентах и потом заменены. А сам процесс моделирования ремонтных работ вообще очень важный, потому что мы-то вообще работаем с дозозатратами еще, с возможностью обеспечения безопасности ремонтного персонала. Для нас, извиняюсь, насчет семь раз отмерить и один раз отрезать, это прям наш поговорок. Спасибо, Сергей Владимирович.